Удивляюсь я, как это ваша дочь при всей своей красоте и невинном поведении до сих пор не вышла замуж. А потому она не вышла, Никодим Егорович, что характером меня Бог обидел. Смирен я и кроток очень, Никодим Егорович. Никодим Егорович, а кротостью нынче ничего не возьмешь. Жених нынче лютый, с ним обходиться нужно сообразно. А это как же лютый? Это с какой вы точки? Балованный жених, с ним как надо. Строгость нужна, Никодим Егорович. К мировому по мордазам за городовым послать. Вот как надо. Негодный народ, густяковый народ, натерпелся я от них каналиев. Будь я характером посолиднее, моя Даша давно бы уж была замужем и деток рожала, даст? Старых девок теперь в женском поле, сударь мой, есть же по чистой совести, половина на половину, 50%. И заметьте, Никодим Егорович, каждая из этих самых девок в молодых годах женихов имела. А почему, спрашивается, не вышло? По какой причине? Да потому что удержать его жениха-то родители не смогли, дали ему отвертеться. Это верно. Мужчина нынче балованный, глупый, вольнодумствующий, любит, а тот все на шаромышку, да с выгодой, за даром он тебе и шагу не ступит. Да ему удовольствия, он с тебя же деньги требует. Ну и женится тоже, не без мыслей. Женюсь такого, деньгу заживу, этого еще ничего, куда ни шло, ешь, лопай, бери мои деньги. Но только женись на моем дитё, сделай такую милость. Но бываешь, что и с деньгами наплачешься, натерпишься горе Гореванского, иной сватается, сватается, а когда идёт до самой точки, до венца, и назад оглоблей, и на другой идёт свататься. Женихом хорошо быть. Одно удовольствие. Его и накормят, и напоют, и денег взаимодадут. Чем не жизнь? Вот и строит из себя жениха до старости лет, покуда смерть. И жениться ему не надо, и уж лысина во всю голову, и седой весь, а всё, жених. А то бывает, которые не женятся по глупости. Глуп человек сам не знает, что ему надобно. Ну и разбирает, то ему нехорошо, другое ему неладно. Ходит, ходит, сватается, сватается, а потом вдруг с того несёнь. Не могу, говорит, и не желаю. Да вот хоть взять, к примеру, господина Котовасова, первого Дашиного жениха. Учитель гимназии, титулярный тоже советник. Науки все выучил, по-французски, по-немецки, математик. А на поверку вышел болван, глуп человек, и больше ничего. Вы спите, Никодим Иванович? Нет, зачем же? Ну вот, начал он около моей Даши ходить. А надо вам заметить, Даши тогда и двадцати годочков ещё не было. Такая и была девица, что просто всем на удивление. Финник, полнота, формалистка в теле и прочее. Статский советник Цицеронов Грабианский по духовному ведомству служит. На коленях ползал, чтоб к нему гувернантки пошла. Не захотел. Ну, знаете, он ведь готоваться, ходить к нам, каждый день ходит, до полночи сидит, всё с ней про разные науки, физики, книжки ей носит, музыку её слушает, всё больше на книжки напирает. Ну, так же моя сама учёная, книжки ей вовсе не надобно, баловство одна только. А он то прочти, другое прочти. Надоел до смерти, полюбил её веру. Ну, и она заметно ничего. Не нравится мне папаша за то, что он не военный. Не военный, а всё же ничего. Чин есть благородный, сытый, трезвый. Чёрт-чёрт. Благословили, посватался про преданное. Даже не спросил, молчок, словно он не человек, а дух бесплодный. Назначили день, когда венчать. И что же вы думаете? За три дня до свадьбы приходит ко мне в лавку этот самый годовазовый. Глаза красный. Личность бледная, весь дрожит, словно с перепугу. Что угодно. Извините, говорит Макар Тарасыч, но я, говорит, жениться на Даре Макарне не могу. Я, говорит, ошибся. Я, говорит, взирая на её цветущую молодость и наивность, хотел найти в ней почву, так сказать, свежесть, говорит, душевную. А она уже, говорит, успела приобрести склонность. Она наклонно, говорит, к мишуре, не знает труда, с молоком матери всосала, и не помню, чего она там всосала, говорит, а сам плачет. А я, сударь мой, попронился только, отпустил его. И к мировому не сходило начальство, его не пожался, по горду не осрамил. А пойди, я к мировому не поглядела бы, что она там всосала. Коль смутил девку, так и женись. Был и такой случай. Посватал мою Дашу лесничий Аляльев. Полюбил её за ум и поведение. И Даша его полюбила, характер его положительный. Ей очень нравился. Человек он действительно хороший, благородный. Посватал, что-то так это обстоятельно, приданное. Всё до тонкости осмотрел. Все сундуки перерыл. Матрёнов поругал, что-то салопа от моли не уберегла. И мне реестрик своего имущества доставил. Благородный человек, грех, про него что худое сказать. Нравился он мне признаться. До чрезвычайности. Два месяца он со мной торговался. Я ему восемь тысяч даю. А он просит восемь с половиной. Бывало, сядем в чай пить. По пятнадцати стаканов выпив, всё торгуемся, торгуемся. Я ему двести накинул. Не хочет. Так и разошлись. И за трёхсот рублей. Уходил бедный и плакал. Уж больно. Любил Дашу. Дашу. Ругаю тебя. Грешный человек, истинно ругаю. Надо бы мне его отдать триста или попугать на весь город посрамить. Или бы завести в тёмную комнату. По мордасам. Прогадал я. Вижу, теперь прогадал. Дурака сломал. Ещё не поделаешь, Никодим Егорович. Характер у меня тихий.